В глубокую миску выливаем 400 миллилитров теплого молока, всыпаем 100 грамм сахара, соль, выливаем 100 грамм растопленного сливочного масла, перемешать до полного растворения сахара. В 700 грамм муки всыпаем 1 чайную ложку разрыхлителя и перемешать. Сухие ингредиенты просеиваем в общую массу через сито и замешиваем тесто. Для того, чтобы тесто не липло к рукам, я руки слегка смазываю оставшимся сливочным маслом. Готовое тесто получается мягкое и не липнет к рукам. Накрываем полотенцем и убираем в сторонку. Приготовим начинку. На разогретую сковородку выкладываем 30 грамм сливочного масла, ждем когда масло растает. Высыпаем заранее подготовленные яблоки, пол чайной ложки лимонной цедры, выливаем 1 столовую ложку лимонного сока и 1 столовую ложку сахара. Готовим яблоки на большом огне в течение 3 минут. Обязательно периодически перемешивайте. Перекладываем яблоки в миску и даем им полностью остыть. Приготовим крошку. 75 грамм муки высыпаем 100 грамм сахара и 60 грамм сливочного масла окунаем в сухие ингредиенты и натираем на крупной терке. Полученное масло хорошо перетираем руками до образования мелкой крошки. Стол присыпаем мукой. Выкладываем тесто. Слегка его обминаем. Делаем жгут и делим на 8 частей. Каждую часть скатать в колобок. Берем один кусочек и раскатываем в пласт. На одну половину выкладываем яблочную начинку. Накрываем второй половиной теста. Соединяем края и слегка прижимаем. Заворачиваем тесто треугольником до получения вот такого рожка. Готовые яблочные рожки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазываем взбитым яйцом. И сверху посыпаем подготовленной крошкой. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов. И выпекаем около часа. Смотрите по своей духовке. Готовый пирог перекладываем на блюдо и подаем к столу. Пирог получился очень вкусно и самое главное без дрожжей. В 300 грамм творога высыпаем 1 столовую ложку сахара, соль, 10 грамм разрыхлителя. Добавляем 200 грамм мягкого сливочного масла. И хорошо растереть вилкой до получения однородной массы. В 2 этапа всыпаем муку и замешиваем тесто. Готовое тесто получилось очень мягкое, эластичное и не липнет к рукам. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 40 минут. Стол присыпаем мукой, выкладываем тесто, обминаем, делаем жгут и делим на 7 частей. Каждую часть скатать в колобок. Берем один кусочек и раскатываем в пласт. Выкладываем на одну половину яблочную начинку. Накрываем второй половиной теста, соединяем края. Заворачиваем тесто треугольником до получения вот такого рожка. Выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазываем взбитым яйцом и посыпаем крошкой. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 40-50 минут. Готовый пирог перекладываем на блюдо и подаем к столу. Пирог получается очень вкусный, но лучше всего его съедать в первый день, так как на второй день он впитывает в себя влажность. Берем слоеное тесто, у меня оно квадратными пластами. Делим наискосок и получаем два треугольника. Каждый треугольник делим еще раз пополам и соединяем одну сторону. У нас должны получиться вот такие рожки. Каждый рожок заполняем яблочной начинкой. И перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сверху промазываем взбитым яйцом и поверх я делаю точно такие же рожки, но в уменьшенном виде. Промазываем взбитым яйцом и делаем серединку. Сверху посыпаем крошкой и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 40-50 минут. Готовый пирог перекладываем на блюдо и подаем к столу. Яблочные рожки из слоеного теста получаются вкусные и легко готовятся. Если вам понравилось видео, поддержите его лайком и подпишитесь на мой канал. С вами была Ольга Лунгу. Приятного вам аппетита!